Это же урод по сравнению с молодым лососем. В таком виде они больше дальше жить не могут и умирают. Дело в том, что есть некая популяция лососей, которая размножается не в Амуре, а в озерах на Сахалине, по-моему. И можно вверх к течению пройти 800 метров. И они приходят в том же самом состоянии. Все такие состарившие, покореженные и совершенно никакие. Просто потому, что это программа. Ей сказали, она должна его покорежить. Продукция свободных радикалов здесь ни при чем. Борьба со свободными радикалами. Что? Вот эти витамин С, апельсины, грейпфруты? Антиоксиданты, конечно, хорошо. Это вещества, которые признаны бороться с свободными радикалами. Но есть еще маленькая деталь, что их нужно доставить именно туда, где производятся эти свободные радикалы. И где они делают свое черное дело. Потому что обычный антиоксидант витамин С распределяется более-менее по организму, по клетке. И большая часть его пропадает впустую. Более того, там уже есть некие биохимические особенности. Когда его слишком много там, где он не нужен, он уже работает наоборот, как прооксидант. Вот что будет, если антиоксидант прицепить к какому-то адресу, который доставит его точно в митохондрию? Вот как бы сейчас нанотехнологии позволяют это сделать, наконец. И вы этим тоже занимаетесь? А вы, собственно, это и есть наша главная идея, наш проект. Выяснить, что будет. Говоря о прогнозе, ну не знаю, там 50, конечно, страшно загадывать лет вперед. Но, скажем, я не знаю, до середины века, 2030-2040 год. Как, по-вашему, будет расти продолжительность жизни? Ну, я думаю, что вполне реально выйти на рубеж 100-120 лет. Спасибо большое, Максим Владимирович, за ваш увлекательнейший рассказ. У нас в гостях был Максим Владимирович Скулачев, молекулярный биолог, директор НИИ МИТа инженерии Московского государственного университета. Есть такая невеселая шутка. При выходе на пенсию наш человек идет по миру, а западный ездит по миру. Те из вас, кто ездил по разным туристическим маршрутам, знают, что многие в мире достопримечательности буквально оккупированы японскими туристами. Щелкая своими фотоаппаратами, они группами идут за экскурсоводом, поднявшим зонтик. И в самом деле старость в Японии – это время благополучия, время достатка, время свободы. Не случайно Японию называют страной счастливых стариков. У них там есть даже свой праздник. То, что на планете Земля сегодня дольше всех живут японцы – факт неоспоримый. По данным Министерства труда и социальной защиты Японии, средняя продолжительность жизни граждан этой страны составляет 78,5 лет у мужчин и 85,5 у женщин. А число японцев, переступивших в столетний рубеж, сейчас уже превысило 25 тысяч. Другими словами, на 100 тысяч населения Японии приходится примерно 20 долгожителей. Неудивительно, что именно в этой стране начали отмечать День престарелых. Случилось это 15 сентября 1947 года. Позже название сочли не совсем этичным и заменили на День пожилых людей. А с 1966 года этот праздник стал национальным. Еще одна страна счастливых стариков – это Германия. Страна, где люди на выходное пособие могут купить себе лимузин или дом на Мальорке. Куда государство будет переводить им пенсию. Точно так же, как оно переводит пенсию вдове Эриха Хонекера в Чили. Даме, которая проклинает это государство, на чем свет стоит. У истоков этой самой мощной в мире пенсионной системы стоял железный канцлер – Отто фон Бисмарк. 2050 год. Планета Земля. Численность населения около 9 миллиардов человек. В большинстве промышленно развитых стран количество пожилых превышает количество людей трудоспособного возраста. Государства увеличивают расходы на пенсионное обеспечение, жертвуя экономическим ростом. 20-30-летние все реже решаются создавать семьи и обзаводиться потомством. Ведь возрастающее налоговое бремя на содержание пенсионеров повергает в ужас перед завтрашним днем. Столь безрадостную картину недалекого будущего прогнозируют исследователи из Организации Объединенных Наций и Бюро статистики Соединенных Штатов. Еще несколько веков назад вопросы пенсионного обеспечения были неактуальны. О старении населения и речи быть не могло. До глубоких седин доживали считанные единицы. Куда больше проблемой глав государств были военные, получавшие увечья на службе Родине. Первые пенсии для воинов-ветеранов были введены еще Юлием Цезарем. А вот всеобщее пенсионное обеспечение по старости стало изобретением немецкого канцлера Отто Бисмарка. 80-е годы 19 века. Германия. Социал-демократы, вооруженные идеями марксизма, все громче выражают недовольство политикой железного канцлера. Открытые гонения на социалистов не дают ожидаемых результатов. Но канцлер Отто Бисмарк оказался дальновидным политиком. Сторонником всеобщего равенства он подбросил пряник в виде новой системы социального обеспечения. Главным ее козырем была пенсия по старости. В 1908 году Великобритания поддержала начинание своих европейских соседей. Английский закон о пенсиях для стариков давал право на 5 шиллингов в неделю тем, кто достиг 70-летнего возраста. Такая пенсия никого не обременяла. При средней продолжительности жизни 40-50 лет немногие доживали до ее получения. Да и сумма была крайне мала. В нашей стране в конце 20-х годов прошлого века были введены пенсии по старости для рабочих, а в 1937 году государство решило обеспечить старость служащих. Закон о государственных пенсиях, принятый в 1956 году, дал право на получение пособий всем, кроме колхозников. О них должны были заботиться дети и родной колхоз. Только в 1964 году работников сельского хозяйства приравняли ко всему остальному населению. В Советском Союзе, так же как и в большинстве стран мира, работала перераспределительная пенсионная схема, долгие годы считавшаяся самой прогрессивной. Суть ее проста. Пока человек работает, он через специальный налог оплачивает пенсии нынешним старикам, а по достижении пенсионного возраста его содержат следующие трудоспособные поколения. Во времена СССР один пенсионер содержался на отчисления 10-11 работающих. Сейчас это время ложится всего лишь на трех трудящихся. По прогнозам ученых, в 2030 году соотношение будет один к одному. Первой страной, перешедшей от перераспределительной системы к накопительной, стала Чили в 1981 году. С тех пор каждый чилийский работник ежемесячно перечисляет 10% заработной платы на свой пенсионный счет. Сегодня, когда население планеты неуклонно стареет, весь мир начал реформировать пенсионные системы. Страны идут разными путями. Общее в них лишь одно. Каждый должен хотя бы отчасти взять собственную старость в свои руки. Бисмарк в своей пенсионной реформе сформулировал основной принцип пенсии, который до сих пор сохранился во многих пенсионных системах. Человеку надо обеспечить тот же социальный уровень или близкий социальный уровень к тому, что он имел во время работы. О пенсиях, о философии пенсии, об истории пенсии мы говорим с нашим гостем, Сергеем Владимировичем Захаровым, заместителем директора Института демографии Высшей школы экономики. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот эти вот реформы Бисмарка, создание системы пенсии в Германии 1880-х годов, это что, альтруизм? Все вот эти пенсионные схемы, которые возникли в самом конце 19-го, в общем-то, в первую половину 20-го века, они как раз наносили характер в меньшей степени альтруизма, но в большей степени вот именно по повышению каких-то устойчивости самих социальных и политических систем. Поэтому во всех идеях, которые лежали за построением пенсионной системы, лежало не страхование по достижении возраста, а страхование от несчастных случаев, от инвалидности, от потери трудоспособности. При создании первых пенсионных систем возрастная планка ставилась очень высокой, то есть 70 лет, 65 лет. Не доживали просто? До этого возраста просто мало кто доживал. Сейчас какое примерно соотношение? Еще нет такого, что один работающий кормит одного пенсионера? Нет, такого, конечно, нет ни у нас, ни в других странах, но к полутора это все приближается. То есть можно сказать, что старшее поколение живет в долг, живет за счет молодых поколений, за счет будущего? И действительно пожилые люди живут за счет того, что перераспределяется, производится в нынешнем поколении. Это некий социальный договор, если хотите, гласный или негласный, между поколениями. То есть конфликт поколений между ними и государство, которое вынуждено балансировать? Оно вынуждено балансировать и вынуждено припринимать решения. Именно отсюда, допустим, идет решение об увеличении пенсионного возраста, чтобы увеличить продолжительность трудовой деятельности, увеличить вклад, который вносят пенсионеры в общую копилку. С другой стороны, надо бы тоже стремиться, это все-таки, к накопительным системам. С этими накопительными системами большое сомнение. Продолжение следует...